День рождения Мы обещали очень личный эфир И вот вам, пожалуйста, богатский Сюжа, ты помнишь, что я тебя уволила? И мы с тех пор в каких-то таких Особенных теплых отношениях А ведь это я была Подожди, я не знаю, что ты меня уволила А увольнялся вообще я сам Потому что я уезжал тогда в Москву И мне было дофей Мы уже так совпало А я хотела тебе много лет признаться в этом Можно я скажу нашим зрителям Потому что мы уже сегодня обсуждали С Натальей Санцисоевой Что вот то поколение, которое было в 90-х годах Оно сейчас выросло, им там уже 50-е, больше лет Молодежь, которая нас смотрит Молодежь, которая, Сергей, нас сейчас смотрит Она даже не знает, возможно, кто-то Я должен всем сказать, что Сергей Богатский Ведущий программы «Разговор со звездой» Я не побоюсь слова В то время прорывного проекта Для регионального телевидения Можно отбросить там Интерьер студии, это до того времени было тоже нормально Но в прямом эфире звезды, приезжающие в Краснодарск на концерты Приходили в студию Примы Не к ним ехали там, а приходили сюда Сейчас звезду вытащить на интервью в региональную компанию практически невозможно Да я бы вытащил и сейчас Скажи мне, ну почему вот тогда звезды и шли на эфир? Что было не так? Нет, подождите, так еще техническая сторона вопроса Это же было ток-шоу Техническая была ужасная сторона Нет, подожди, я имею в виду по жанру Это было ток-шоу Попробуйте сделать сейчас просто ток-шоу Это очень дорого Это невозможно Это живые зрители Которые у тебя стояли вот здесь целой толпой А когда стояли они под окнами и кричали Пустите нас, суки С матершинными словами Я так и знала, что он это скажет Студия не вмещала людей Это было действительно популярно И популярно в телекомпании Ну звезды-то почему шли, скажи вот Да потому что мы их уговаривали иногда, если что Кто-то и не хотел А плакали-шли Плакали-шли Куда денешься, когда надо наполнять иногда залы Ну скажи, Сергей Телекомпания в этом тоже им помогала, если что Ты наверняка подсчитывал, сколько прошло звезд, собственно говоря, через программу Нет, не подсчитывал Прошли практически все, за исключением, я бы сказал Ну таких вот, совсем уж знаковых Пугачевой не было, да Ну, Аллегрова была Крачковская была Кто еще там, я не знаю Все были Ну вот этот звездопад, он практически там, если так вспоминать Наверное, каждую неделю А кто-то один обязательно был Да Вот Надо отметить, что еще и секрет есть Даже группа Назары, эта из Великобритании была Часа полтора мы с ними разговаривали Это было, конечно, ужасно Потому что это уже затянулось так Но нам нужно было перекрывать какой-то кусок эфира Чтобы вот дотянуть, так скажем Да Вот А когда приезжали какие-то куклы Диснея Когда мне Я понимал, что я не могу разговаривать с каким-то балу Когда в студии одни дети Кукла в этом плюшевом макинтоше Балу Как дела? Ну и так далее Это вообще тупость полная Но мы это отрабатывали Слушай, я хотела спросить Но ты же, вот у тебя такая фамилия знаковая Богатский И ты богат на все эти байки звездные Которые происходили в том числе и здесь В наших коридорах И в гримерных, и в студии Расскажи что-нибудь Например, что-то Я когда 5 лет в Москве прожил Я там постоянно тусовался в этой среде Потому что Ну благодаря своей подруге Ире Грибулиной Мы где-то всегда были на тусовках На каких-то Я до сих пор могу звонить Например, той же Аллегровой Да, она берет мои трубки Вот Недавно совсем поздравлял Сашу Пескова С днем рождения 13 февраля Нормально А вот нас сейчас не может какой-нибудь Сашу Песков поздравить? Ну Теоретически можно Если это технически возможно Я не знаю Ребят, не будем мы звонить? А? Ну говорят, попробуют, да? Да Давай, давай, давай Если Давай попробуем Прямо сделаем Ну давай попробуем И поднесешь к микрофону Если возьмет трубку сейчас Пока набираешь Вот мы еще вспоминали до эфира А правда, что Аллегрова подарила преми-клип Премьерный? И он был только на приме примерно показан Да И он у нас Телекомпания Прима 29 лет нам сегодня Еще раз, еще раз Вы представляете, человек 29 лет Телекомпания Прима Прима, все, давай, поехали Говори Говори, говори Дорогие друзья мои Любимые, родные Красноярск Вот телекомпания Прима 29 лет Может быть, какие же вы молоденькие Дай Бог вам здоровья, счастья Хорошей публике Все, те, кто вас смотрит Я был, когда у вас на вот этом репортаже Будем так говорить На этом интервью Сережа И не раз, кстати Это было восхитительно Это было просто восхитительно Это в памяти до сих пор осталось Я вам желаю всего самого-самого доброго Вот у нас в Москве светит солнышко Вот это солнышко я передаю Своим сердцем вам Будьте ясны, любимы И дай Бог популярности огромной Всем, кто работает над этой программой На этом канале, хорошо? Спасибо большое Огромное Я не знаю, мы с Богатским слышали Спасибо, мои хорошие Всего доброго Надо всем сказать, что это был Песков Не пресс-секретарь президента А Александр Песков Александр Песков, пародист Мой друг, я бы сказал сегодня Потому что я не раз у него в гостях был И так далее, и так далее Чего хвастаться? В общем, продолжаю Сереж, времени остается немного Скажи, сейчас еще на улицах тебя узнают В телевизоре появляешься все-таки Больше по другой Своей составляющей профессиональной Туристической Узнают на улицах? Ты знаешь, иногда, да А что говорят? Однажды я покупал пиццу в Красном Яре И какая-то тетенька сказала О, вы же этот, туристский дилижанс ведете Ведете? Ведете А я его не веду лет 20 Слушай, вот минуту осталось Вот сейчас, если не в Азию, куда ехать? Скажи, пользуясь служебным положением Я тебя прям... Наоборот, надо ехать в Азию Во-первых, там тепло, во-вторых, нет китайцев А, нет китайцев, и цены, наверное, немножко упали Цены не упали Все, как бы, так же наполняется Но наши туристы сегодня говорят о том Что там стало спокойнее, тише Благодаря отсутствию гамма китайского Вот, пусть меня простят Мы говорим про Таиланд, Вьетнам, да? Что еще? Естественно Ну, а ждем, конечно, Египта И очень ждем Ну, и плюс сейчас есть практически прямой рейс на Самуи Это тоже классно А что значит практически прямой рейс? Ну, крайняя точка материка, аэропорт Оттуда нужно, конечно, плыть еще часика полтора до Самуи Это не считается Ну, это уже мелочи По крайней мере, отдых на Самуи стал очень доступным И по цене тоже Порядка 120 тысяч на двоих на две недели До этого Слушай, пользуясь слышавным положением Столько всего узнали, Сереж, спасибо большое Сергей Богацкий у нас был в гостях Пожалуйста Ведущий и туристского дирижанса И разговора со звездой И сам звезда И магазин путешествий Чего только не было